Камертон 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 голосовании. Звучит оно так. Кружки и спортивные секции я. Традиционно три варианта ответа. Посещаю, не посещаю и не посещаю, но хотел бы. Голосуйте. Итоги мы подведем в конце программы. Итак, тема пенсия, жизнь. Пенсия, жизнь только начинается. Многие считают, что с выходом на пенсию жизнь может стать менее яркой и интересной. Однако, есть люди, для кого это время, возможность научиться чему-то новому, раскрыть в себе таланты. Александр Иннокеневич, я думаю, вы уже поняли, что как раз речь идет о студентах вашей школы. Расскажите, пожалуйста, чему обучают в школе для взрослых? Высшая народная школа. Маленькая поправочка, не студенты, а слушатели. Это принципиально, потому что студенты – это не совсем свободные люди, а слушатели – это свободные слушатели Высшая народной школы. Школа работает по 20 направлениям с 2009 года, в основном по 20. Фиксированный день, когда мы встречаемся, это четверг, это лекции, и остальные дни недели все, включая воскресенье, клубы. Слотная занятость. Да, клубы. Различные клубы, их перечислять нет у нас времени просто. Ну, назову ключевые, например, литературный клуб, например, вокальная студия, например, занятия живописью, ну и так далее. Вы говорите, слушатели, да, принципиальная разница от студентов. То есть, значит, можно прийти в любое время, неважно начало этого учебного процесса, то есть мы не ждем семестров. Ну, вообще-то формально мы начинаем работу в первый четверг октября. Почему нежелательно посреди года приходить? Потому что, когда школа уже укомплектована, обычно это бывает наплыв около 400 человек, пропускная способность проекта реализуется на базе Академии образования. Вот, поэтому, ну, чтобы не мешать учебному процессу, как бы ритм уже налажен и двигается. Но, действительно, мы принимаем дополнительно каких-то людей, вот, уже во втором полугодии. То есть, 400 человек, это достаточно большое количество человек, неужели все могут разом разместиться? Да, в лекционном зале можем, ну, это самая большая цифра. А есть ли какие-то подразделения, допустим, в спальных районах, возможно, какие-то помещения? Или все, все всегда в одном месте? Лекции проходят в одном месте, как правило, ну, из-за исключения тех случаев, когда городская администрация идет к нам любезно на встречу, предоставляет свой зал. Вообще, мы работаем в тесном сотрудничестве последние годы с городской администрацией, что им большое спасибо. Также в наших корпусах, которые располагаются как на набережной 6, вот, так и здесь, на Сухобатора. — Набережная 6, вы сказали, да, адрес, то есть туда можно приходить, записываться? — Да, да. — Сразу можно обращаться. Как возникла идея создания такой школы? — История длинная, но попытаюсь быть кратким. Дело в том, что высшая народная школа, форма, которая возникла во второй половине XIX века в Европе и у нас одновременно в России, конкретно в Дании и в Киеве, и в Петербурге, далее она развивалась динамично. С приходом советской власти, к сожалению, эта форма тратила свои функции, так скажем, потому что она перестала быть свободной в плане идеологии. Но возродилась она в конце 90-х годов благодаря Нине Петровне Литвиновой в Санкт-Петербурге, это первая школа. Сейчас их действует 12 примерно школ на территории России и около 10. — То есть в опыт соседей взяли. Я знаю, что вы вместе с женой участвовали в создании. — Да-да-да, конечно же, это не один я, это вместе с Ольгой Васильевной Гординой и непосредственно поддержки в СГАО. — А кто ведет все занятия? — Ведут различные люди. Профессора буквально всех наших высших учебных заведений, особенно я благодарен Иркутскому государственному университету, не буду перечислять, пусть меня извинят коллеги, чтобы времени тратить. И также все желающие вплоть до самих слушателей. Это особенность нашей школы, когда слушатели могут становиться преподавателем и становятся как в рамках деятельности клуба, вот я литературный клуб веду, так и в рамках лекционных занятий. — Вот вы озвучили 2009 год, еще в 2009 году большой общественный резонанс у нас получил проект «Бабушка онлайн». Ну, название достаточно забавное, но несмотря на это, огромное количество людей, сотни человек за 4 года прошли обучение в этом проекте. И хочу спросить у вас, Ольга Александровна, как сейчас развивается проект? — Ну, проект с каждым годом, конечно же, у нас расширяет свои рамки, у нас желающих очень много, и каждый раз, когда идет запись, у нас прямо бой за каждое место в группе. Потому что в 2009 году в проект вообще не были вложены никакие средства, все было на волонтерских началах. Начиная с 2010 года администрация города начала выделять средства на развитие проекта. И вот на сегодняшний день уже более 2,5 тысяч человек обучено, и спрос не падает. — Давайте поясним зрителей, что курсы повышают грамотность пенсионеров, помогают ориентироваться в интернет-пространстве и осваивать программу. Вот как раз какие программы учат? — Ну, основной набор программ — Word, Excel, как пользоваться интернетом, как создать себе электронный ящик, как работать с электронной почтой. То есть все те знания и навыки, которые, в принципе, необходимы на сегодняшний день базовому пользователю компьютера. И если, скажем так, молодежь и, допустим, дети, студенты, они могут это получить в базах, ну, на базе как бы школы, да, или на базе института, университета, то, конечно же, люди, скажем так, элегантного возраста, еще в тот период, когда они обучались, таких знаний школа и институт не давали. Поэтому в современном мире без этого никак, потому что все основано сейчас на интернете и на электронной почте. — А какие программы самые сложные? — Ну, здесь как бы всегда индивидуально. Кому что, как дается. Но вот, допустим, если мы берем второй курс обучения, там уже у нас более индивидуальный подход, то есть даются какие-то сначала базовые навыки, а на втором курсе уже преподаватель смотрит индивидуально уровень подготовки каждого слушателя и помогает уже. Кому-то может быть более интересная электронная почта, чтобы общаться, допустим, с детьми, которые живут вдали. Кому-то важен интернет, чтобы брать там какие-то знания. — А можно выбирать? То есть, допустим, прийти обучиться только интернет каким-то, да, ресурсом пользуются ими? Или, например, Word, Excel? — Нет, конечно, есть стандартный набор. Программа 16 часов разработана. Там есть стандартный набор тем. То есть дают все равно всю. Потому что преподаватели, создавая программу, они понимали, что необходимы знания, то есть вот основные. И невозможно так, что человек хочет пользоваться интернетом. Все равно это нужно знать клавиатуру. Нужно уметь пользоваться мышкой. Нужно как бы вот основные базовые навыки. — Как идея пришла создать такой важный проект? — Ну, идея пришла еще в 2009 году. В администрации города реализовывался проект «Школа активных граждан». И надо отдать должное. Там была активная очень слушательница Ванда Ивановна Слюсарь. Она сейчас, к сожалению, уехала из Иркутска. Но, может быть, кто-то ее знает и вспомнит добрым словом. Вот. Она такую инициативу проявила. Хотя проект действовал уже в других городах. Ну, вот на базе города Иркутска, это была ее идея, и администрация города подхватила. И вот с 2009 года, я говорю, спрос не падает, спрос у нас повышается. И более того, сейчас проект «Бабушка онлайн», благодаря нашему общему проекту, общегородскому «Иркутск обучающийся город», проект... — То есть слушатели приходят как раз... — В общем-то, Восточно-Сибирская государственная академия, конечно, это наши основные партнеры. И слушатели высшей народной школы у нас обучились за последние годы несколько групп. — Очень спасибо. — Да. Вот. Но проект сейчас получил вообще новую жизнь. Он сейчас у нас деформировался в такое, ну, на наш взгляд, позитивное название «Старость в радость», как бы, что отражает и тему сегодняшней передачи, да. — Как раз «Старость в радость» еще и входит проект «Бабушка гламур». — Да. — Вот он недавно закончился, в июле месяце. Его участницы знакомились и с секретами стиля, и учились выглядеть современно, при этом соблюдая возраст, да, чтобы все гармонично смотрелось. И как раз с гламурными бабушками встречалась моя коллега Анна Пологрудова. Давайте посмотрим, как это было. Стильные, современные, уверенные в себе. Называют себя не иначе, как красотками. В умении пользоваться косметикой и подбирать аксессуары еще юным модницам дадут фору. Стильно повязать челму или шарфик могут с закрытыми глазами. Все эти пожилые дамы – слушательницы курсов «Бабушка гламур». В течение нескольких месяцев их учили выглядеть, а главное – мыслить современно. Женщина любого возраста, когда все так хорошо, она же раскрывается, она счастлива, и она по-другому выглядит. Я более уверена, я счастлива, я по-другому несу себя уже, так скажем, по жизни иду. Это очень помогает в таком возрасте для всех. Пенсия небольшая, а элегантность стоит денег, впрочем, совсем не таких больших, как принято думать. И это далеко не единственный стереотип, с которым распрощались слушательницы курсов. Они вообще на многое научились смотреть по-новому, в первую очередь на самих себя. Я всегда считала, например, что я осень, а получилось, что я, оказывается, весна по цвету, и действительно, мне идут вот такие вот тона, и розовые, и бирюзовые, и ярко-зеленые. А я всегда думала, что я такая зрелая осень, а получилось, что я такая вот цветущая весна. За четыре месяца на курсах преобразились 117 женщин. Координатор проекта, имидж-стилист и косметолог Ирина Попко говорит, у слушательниц заметно выросла самооценка. Они стали чувствовать себя намного увереннее. Женщины определенного возраста, которые, уйдя с работы, они немножко себя потеряли. У них сусился круг общения, стало меньше денег. То есть вот это все вместе мне захотелось им помочь. Я думаю, что если сейчас их поднять ночью и спросить, как правильно за собой ухаживать, они на это все совершенно правильно расскажут. После окончания курсов представители городской администрации вручили участницам проекта «Бабушка-гламур», сертификаты и памятные подарки. Теперь женщины готовятся ко второй ступени обучения. Стилисты и модельеры будут заниматься с ними уже более углубленно. Тема же останется прежней. Как в любом возрасте без лишних затрат добиться идеального образа и любви к себе? Анна Пологрудова, Александр Дудин, Камертон, социальная сеть. У нас есть звонок, давайте его примем. Светлана Казимировна, мы вас слушаем, вы в прямом эфире говорите. Здравствуйте. 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 И вот хочу вам рассказать историю, у меня вот раночки было хобби. Я снова Ленина до Айока и до Хомутова езжу на литопеде. Сейчас мне 52 года езжу на литопеде. Езжу на литопеде, ну правда не в качестве водителя, но в качестве пассажира. Ну это все равно, нужно страх перебороть. И настрой, чтобы у тебя был хороший. Вот. Раньше выездила. Спасибо. Распределять люблю очень. Все, праграфирую. Спасибо большое за звонок. Я думаю, можно только позавидовать такому активному жизненному настрою. Из сюжета мы узнали, что у нас есть вторая ступень, уже начнется в сентябре. Будет ли возобновлена первая ступень? И куда, когда записываться? По бабушке гламур. По бабушке гламур, да. У них-то идея давно это зрела. Они вот смогли ее, ну скажем так, реализовать на базе высшей народной школы. Но мы совместно с Ольгой Васильевной посетили в Питере курсы повышения квалификации. И там я, по крайней мере, в первый раз услышала о проекте обучающихся регионов и городов. И мы приехали с идеей, конечно же, воплотить в жизнь, реализовать проект здесь, в городе Иркутске. И у нас в марте состоялась неделя неформального образования. Больше 400 мероприятий у нас на 100 площадков в городе было. Ну, мы об этом чуть позже еще поговорим. Я хочу, да, предысторию рождения идеи проекта. И вот как раз Ирина Пупко, это благотворительный фонд «Ротари-клуб», они откликнулись в неделе неформального образования провести мастер-классы по имиджу. То есть как ухаживать за собой, как следить за своим имиджем и так далее. Так будет ли еще набор? Набор будет. 55 человек уже обучились. И будет, он идет набор, но мы, к сожалению, хотим ограничить набор до 1 сентября, потому что уже более 100 человек у нас записали, желающих очень много. Давайте скажем телефон, куда можно обращаться. Да, можно обратиться, записаться в отдел по связям с общественностью. Это улица Марата, 14, кабинеты 110 и 104, телефоны 5204-14, 5204-16. Давайте еще раз. 5204-14 и 5204-16. Да, все верно. Еще один проект, который входит в «Старость-радость», это «Фитнес-бабушка». Давайте тоже о нем расскажем кратко. В чем суть проекта? Суть проекта в том, что тоже дамы и мужчины элегантного возраста, скажем так. То есть уже мужчины появились? Есть уже мужчина, который откликнулся, да, желающий, который хочет посещать данные курсы. Тоже проект выродился, скажем так, из недели неформального образования. Он уже у нас прошел на базе колледжа сервиса экономики и рекламы. И «Центр счастливого человека» – это два партнера, которые пока на сегодняшний день откликнулись. Они провели занятия с двумя группами весной. Учат, как правильно, значит, тоже ухаживать за собой, как правильно дышать, как правильно работать с осанкой, как укрепить позвоночник. В общем, какие-то с элементами йоги, с элементами спортивных занятий. Это тоже во многом помогает облегчить, скажем. Ну и ведь самое главное, что люди хотят получить от этих проектов. Как мы поняли, это общение. Новые друзья. Это вообще возможность быть нужным. Новый виток в жизни. Новый виток в жизни, да. То есть это занятость по времени, это досуг, это образование, это возможность узнать что-то новое. И на фитнес-бабушку мы тоже будем записывать. Мы ведем запись. Те же номера телефонов. 52-04-14. Александр Накенчич Хачукван обратится. Мы выяснили, что дедушки тоже присутствуют на курсах. А вот в высшей народной школе как с мужчинами обстоит дело? Ну, конечно, не так хорошо, как с женщинами. Но, тем не менее, год от года у нас мужчин все больше и больше. И что меня очень радует, это люди социально активные, которые пытаются самореализовать себя. Но доделать то, что они, возможно, не смогли им по каким-то причинам сделать прежней своей жизни, когда они были заняты какой-то основной работой. Ну, например, у меня в литературном клубе, я как бы еще, кроме того, что в совете директоров литературного клуба занимаюсь, вот каждый год это два-три новичка. В прошлом году один из них издал две книги. Представляете, да? То есть именно высшее народное школа, когда человек сознательно уже идет к тому, что ему необходимо повышать свой уровень. Ему всегда это было интересно, был вынужден чем-то другим заниматься. Я хочу сказать, что если говорить об этом авторе, приходите к нам, познакомитесь с ним. Он 70-му лет, но он начал новую, у него начался новый виток. Вообще социальная составляющая, вообще образование взрослых и образование людей третьего возраста, это очень важный момент, и он приносит громадную, может быть, не выраженно материально, но громадную пользу. Он улучшает социальное самочувствие, самоактуализация и так далее, и так далее. А скажите, вот все ли проекты не нуждаются в оплате? То есть это все на добровольных началах, могут люди приходить и ни за что не платить? Ну, вопрос такой я начну, потому что это еще когда мы создавали школу, вот этот вопрос был такой, ну, важным. Дело в том, что вот этот миф о том, что образование – это услуга, которая муссируется в нашем обществе, на самом деле образование – это право, которое закреплено в нашей Конституции. И все разговоры, это моя точка зрения, я не претендую на абсолютную какую-то, на абсолют какой-то, они являются, по сути говоря, нарушением Конституции. Услуга может быть платная, но она должна быть на добровольной основе. Нет, конкретно, вот в высшей народной школе? Нет, только на добровольной основе. Спасибо опять Академии образования, тут кланяюсь, кланяюсь, потому что это правда. Спасибо поддержке городской администрации, которая делает это, возможно, ну, хотя бы возьмем бабушки онлайн, вот, ну и так далее. Вот, нет, только на добровольной основе. Понятно. Давайте сейчас примем звонок, у нас есть Татьяна Владимировна, дозвонившаяся. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Владимировна, я с Ленинского района, мне 51 год. Я достаточно активный человек и работаю. И хотела бы посещать какие-то секции, но придя с работы, непременно надо ехать в город. Вот, расстояние от конечной остановки до центра города занимает много времени на обратную дорогу, а Ленинский район растет не по дням, а по часам. Хоть Ярославская, что хоть наша конечная автостанция, хотелось бы задать вопрос, когда будет построен хоть какой-то центр, который бы вмещал в себя вот бесплатный, не знаю, или при нем были бы какие-то возможности, чтобы, ну, в ходьбе буквально минут 15-20 до того, где можно себя реализовать, или хотя бы вот как-то в райончиках. Потому что если еще для детей ставятся такие-то вот детские площадки, то взрослые-то в этом плане. Вы имеете в виду именно Ленинский район? Никак не могут себя реализовать. Все понятно. Как можете ответить на вопрос? Да, я готова ответить. Здесь, кстати, наверное, Александр Иннокентьевич тоже может сказать, что сейчас вот буквально осенью планируется открытие филиала высшей народной школы на базе ресурсного центра, который у нас на Баумана 242, если я не ошибаюсь, по адресу. Это первое. Второе. Мы сейчас выходим на тот уровень, когда нам просто необходимо делать и курсы бабушка онлайн, шаговой доступности. И мы в этом году уже этого, в принципе, добились. Два потока, прошлый год и этот год. То есть на базе Ленинского округа мы обучили в двух учебных заведениях. И третье. Вот даже была у нас неделя неформального образования. Все, что было, все мастер-классы, семинары, все лекции, мы постарались сделать шаговой доступности во всех округах. В том числе и в Ленинском. Это как раз неделя неформального образования. Похожее мероприятие, это сейчас идет площадь талантов. Только тогда это было по всему Иркутску. Сейчас это конкретное место. Есть кружки различных направлений, мастер-классы. И я предлагаю посмотреть сюжет о том, как это проходит. Из этих ручек скоро выйдет яркий, красивый цветок. Века серых уже спела черепашку, сердечко и другие милые штучки. Осваивать ремесло бисероплетения девочка начала недавно. И такие мастер-классы, как сегодняшний, для нее очень кстати. Мне на мастер-классе очень понравилось вязать, шить. Тут могу связать, сделать, что угодно. Подарки для родных и друзей, сделанные своими руками, пусть безыскусные, зато штучные, сейчас на острие моды. Руководитель творческой мастерской паутинка Нина Черниговская рада тому, что у нее есть возможность учить детей приятному, полезному и востребованному делу. Изначально мне предложили стать спонсором и просто предоставить материалы. Я согласилась. А потом предложили провести мастер-класс. Отказываться не стала, так как в прошлом я педагог. В принципе, мне это не сложно. Что такое природный голос? Это открытый, свободный, яркий голос. Голос выразительный, красивый по тембру, приятный на слух. А мастер-класс от Екатерины Казаковой – это возможность свой природный голос для начала открыть, а потом развить. Преподаватель уверен, голос – это то, над чем можно и нужно работать. Можно его сделать таким красивым и бархатным, что люди будут запоминать ваш голос. И это очень важно для здоровья, для деловых телефонных переговоров, для публичных выступлений. И особенно важно это, когда человек, допустим, заикается, то это заикание убирается. А это уже способ достичь совершенства во всем и сразу – мастер-класс по йоге. Еще на городской площади талантов можно было поучиться петь, танцевать, а также, например, грамотно организовать путешествия. Кто не успел воспользоваться предоставленной возможностью, тот еще не опоздал. Проект рассчитан до конца августа. Анна Щебенькова, Константин Синицын, Александр Барановский, Камертон, социальная сеть. Давайте примем звонок. К нам дозвонилась Надежда Ивановна. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Вечер. У меня вопрос к Александру Иннокентьевичу. Александр Иннокентьевич, скажите, пожалуйста, хотя бы кратко. Вот литературный... Поступление к вам на литературный кружок. Какую базовую нужно иметь подготовленность? Ну, хотя бы кратко. Что это такое и что это даст последствия? Спасибо большое. Литературный клуб не требует никакой базовой подготовки. Дело в том, что там собираются не только те, кто пишет, но те, кто просто интересуется литературой. И большую часть занятий у нас проходят по знакомству с авторами, как известными, так и малоизвестными, благодаря самим же участникам литературного клуба. У нас есть люди, у которых достаточно низкий уровень образования. И наоборот, есть люди, которые имеют степень к литературного клуба. То есть добро пожаловать всем? Добро пожаловать. Готовясь к сегодняшней программе, нам стало интересно, чем иркутяне занимают свое свободное время. Поэтому мы решили устроить небольшой опрос, вышли на улицы города. Давайте узнаем. Английский язык раньше посещала. Нет, я просто хожу в треажерный зал. Я занимаюсь танцами. А не, не посещаю. Секция, к сожалению, сейчас не посещаю. Раньше посещал, занимался активно спортом. Сейчас, к сожалению, некогда семья работает. Я занимаюсь фотографией, занимаюсь зарядкой. Я с удовольствием посещала, но у меня нет времени. До того, как появилась хорошая работа, посещал. Но на данный момент нет. Да, посещаем танцы. Мы ходим на художественную династику. Кружки и секции. Ребята, нет, прошу прощения. Нет, не посещаем. Да. Нет, я ничего не посещаю. На английский язык ходим. Художественную школу планируем. Нет, я уже вышел с этого возраста. Сейчас нет никогда. Но раньше посещал секцию скалолазания. С осенью у меня возобновятся уроки английского. Нет, я уже вышла с этого возраста. Ну, как видите, не у всех есть свободное время для посещения секций кружков. Личный вопрос теперь. Посещаете ли вы какие-нибудь секции, хобби, возможно, есть? Ну, я в силу того, что, конечно, веду литературный клуб, творчеством занимаюсь, давно уже занимаюсь. Но это тоже не основная, не основная моя деятельность, я педагог и журналист. Кроме того, рисовать немножечко умею и хочу в нашей высшей, мечтаю в нашей высшей народной школе усовершенствовать свои способности. Вот играю немного на гитаре и сочиняю педагог. Ну, достаточно разноплановая деятельность у вас, Ольга Александровна. Ну, мне нравится что-то по кулинарии изобретать, так как очень времени мало и приходится посвящать тоже остаток. То есть, вы просто категория граждан, у кого нет времени. Нет времени. Ну, на самом деле, работа моё хобби, что-то пытаюсь вот по кулинарии, и мне очень нравится делать что-то руками, поделки, то есть букеты из конфет или что-то такое. Ну, до конца эфира у нас, к сожалению, совсем осталось мало времени. Предлагаю подвести итоги интерактивного голосования. Напомню, сегодня мы интересовались посещаемостью секций кружков и победил вариант ответа «не посещаю, но хотелось бы». То есть, всё-таки люди стремятся к получению новых знаний, но, к сожалению, не хватает времени. Телезрителям я напоминаю, что в гостях у нас были начальник отдела по связям с общественностью управления по информационной политике и администрации Иркутска Ольга Куриленкова. Большое спасибо, Ольга Александровна. Спасибо. И руководитель, а также создатель высшей народной школы Александр Гордин. Тоже спасибо, что пришли. Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы, касающиеся жизни города, обязательно звоните в редакцию по телефону 33 13 28. А также пишите нам в социальные сети в нашей новой рубрике «Вопрос власти». Вы обязательно получите ответ. А 21 августа в этой студии моя коллега Антонина Махнёва вместе с начальником департамента образования и администрации Иркутска Валентиной Перегудовой будут говорить о готовности школ к 1 сентября и о возможности введения формы для учителей. Не пропустите. Это была программа «Камертон. Социальная сеть». Смотрите нас со вторника по четверг в 19.05 на телеканале Аист и всегда в интернете. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»